Здравствуйте! Меня зовут Хасан Афашимали. Это программа «Личный тренер». Я кандидат Мастера спорта по боксу. Сегодня моим наставником станет знаменитый казахстанский боксер, мастер спорта международного класса Рустам Ргибаев. Рустам Ргибаев родился в 1982 году в городе Аягос Восточно-Казахстанской области. Боксом начал заниматься с 14 лет у тренеров Бекасы Матулендинова и Кайрата Саджанова. В 1997 году поступил в Республиканский колледж спорта имени Хаджимукана Мунайпасова и продолжил свои выступления уже под руководством заслуженного тренера РК Аскарбека Газизова. Многократный чемпион Казахстана в супертяжелом весе. Победитель и призер многих международных и республиканских турниров. Мастер спорта международного класса. Здравствуйте, Рустам. Привет, Аш. Как дела? Хорошо. Готов? Да, готов. Все, начинаем разминку. Я предлагаю начать, чтобы ты растянулся. Сначала вот эти четыре сустава я тебе покажу вначале. Потом будет скакалочка, потом работа на пресс. И потом будет уже такая конкретно боксерская работа. Начинаем с обычных вращений. Одну ногу, вторую, давай. Теперь колени на уровне плечей взял. И на каждый третий делаешь глубокий. Вот, отлично. Отлично. Вот здесь вот давай проверим твое равновесие, как ты держишь. Вот, и пошел. Пять раз в одну, пять раз в другую. Держись. Давай другую. Теперь руки, опять же, ноги на уровне плечей, руки на таз. И пошел вращение таза. Но тело должно быть на месте. Крутишь тазом. Как говорил мой тренер раньше, если будешь хорошо крутить тазом, будешь хорошо танцевать. Будешь хорошо танцевать, будешь нормально боксировать и девчонкам будешь нравиться. Теперь наоборот. Таз на месте, пошел вращение тела. В одну сторону, потом в другую. Ну и вот, смотри, сейчас в завершении такой начальной разминки сделаем небольшие выпады. Ставишь правую ногу вперед, левая сзади. И пошел растягиваешься как можно больше. Не торопясь. Так, сюда. Можно ногу сюда, сюда. Потом ноги поменяй. Вторую ногу. Прям хорошенько. Давай. Гнись. Вот так. Отлично. Хорошо. Теперь сделаем, давай, пять раз лягушку. То есть, собрано, прогнуться, увидеть потолок обязательно. И собраться. Как только собрался, опять. Вот так пять раз. Давай. Отлично. Что является одним из главных в боксе? Ну, есть такое выражение, что боксера, как и волка, кормят ноги. Я все-таки сторонник того, что самое главное – это ноги. Мы сейчас как раз над ними поработаем. Давай начнем с какалки. Я тебе сейчас покажу пару таких движений. Хорошо? Ага. Обязательно должны быть расслаблены плечи. Работа ног. Как ты задал вопрос, что главное. Вот именно здесь она начинается. Начинаешь спокойно. Нужно почувствовать. Прыгаешь. Где-то можно вот так сделать. И обязательно ножки перевозить. Вот это уже говорят. Высший пилотаж, когда ты по два раза прыгаешь. И все спокойно. Понял? Да. Давай. Вперед. Давай, молодец. Лучше меня прыгать. Отлично. Давай сделаем концовку. Пошел двойный. Бокс. Стоп. Ашим, мы сделали скакалочку. Теперь давай качаем пресс. Потом еще растянемся. И на этом разминка будет закончена. Давай. Ашим, ложимся. Ложись на спину. Все, ноги согни. Согни. Вот так. Обычные 20 подъемов. Пошел, бокс. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Ноги вытянул, лег. Две руки ложишь под таз. И ноги ровно поднял. Вот до этого уровня. И опустил. Земли не касаемся. Давай, давай. Сильный пресс. Это кубики. Это украшение. Но на самом деле пресс – это твоя выносливость. Как профессионалы терпят 12 раундов? У них очень сильный, проработанный торс. Когда по ним бьют. Если у тебя слабый именно живот, давай один еще. Отлично. Ноги вытянул, руки потянулся. Потянул, расслабил вот здесь. Расслабил в душе. Когда, если у тебя будет слабый пресс, будучи профессионалом, твои внутренние органы будут пробиваться. И руки сами будут опускаться. Когда у тебя сильный пресс, ты вроде пропускаешь удары, принимаешь, но ты держишь, понимаешь? Руки вот здесь на грудь. Ты знаешь, что здесь солнечное сплетение, солнышко. Да. Сейчас делаешь такое полускручивание, но именно его пробиваешь. Десять. Давай, давай, давай. Сейчас перевернулся. Лег на живот, руки в сторону. Смотри, вот эту ногу расслабил. Закидываешь сюда. Плечо не поднимаешь. Выдох. Вот так. Давай в ту сторону. Вот, отлично. Отлично. Пойдет. Перевернулся. То же самое. Руки в сторону. Ногу поднял. Ровно. Опустил сюда. Плечо лежит. Хорошо. Точно так же, ровно. Вернул. Вторую сторону. Хорошо. Теперь колени обнял и покатался на спине своей. Отлично. Закончили. А на что направлен этот комплекс? Ну, этот комплекс я включаю всегда в разминку. Проработка пресса, больше на пресс и растяжка. Сейчас вот ты, если на себя посмотришь, ты уже разогретый, ты вспотел чуть-чуть, несмотря на то, что здесь работают кондиционеры. В принципе, мы готовы продолжить дальше. Вот этот снаряд называется платформа. Давай мы сделаем небольшие отрезки по 30 секунд. Начнем с обычных запрыгиваний, да? Просто прыгаешь. Ручки у нас у подбородка. Прыгаешь. Приготовился. Пошел. 30 секунд. Бокс. Отлично. Стоп. Теперь сразу продолжаем, без отдыха. Делаешь забегание. Пошел. А кто, по вашему мнению, очень хорошо двигается на ногах? Из тех людей, которые я знаком лично, лучшие ноги были у Серика Сапиева, у Даньяра Илюсинова, у Василия Левитова у нашего очень хорошие ноги. Но если заглядывать куда-то туда дальше, то Василий Ломаченко, Майвейзер, Пакьяо. Заметь, они все работают на ногах. У них у всех хорошие ноги. Так, закончили. Смотри. Теперь. Есть такое упражнение, называется сай-степ. Да, вот над. Ты бьешь, когда в сторону, да, на отходах. Вот здесь то же самое, давай, просто перекаты такие делаем. Ручки здесь. Хорошо. Давай, пошел. Бокс. Ашин, смотри, вот здесь у нас два снаряда. Это называется боксерский мешок, это называется боксерская подушка. Вот она больше подходит для того, чтобы отрабатывать акцентированные удары. Уходишь именно на расстояние, да, чтобы не ближе. И вот то, что я тебе говорил в начале, таран. Можно бить снизу. Понял? Можно бить сбоку. Все, глядя. Давай чуть-чуть попробую. Бей удары вот сюда. Именно таран. Отлично. Встань чуть-чуть в бок. И давай левый сбоку побьем. Да. Давай, пусть амблитуда будет меньше. Смотри, ты вот ее сюда заводишь. Она должна быть на короткой. Только чуть-чуть. Вот так. Отлично. Отлично. Вот так. Вот так. Пойдет. Встал с той стороны и удар сбоку-справа. Пойдет. Отлично. 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 Вот из этого же положения. Делаешь небольшой подсед, полууклон. И поднимаешь снизу, вот сюда. Да. Да. Отлично. Отлично. Делаешь небольшой шаг влево и бьешь справа. Без всяких подседов. Просто так. Тем самым уходя с линии атаки, да? Вот он. Вот, отлично. Да. Вот так. Хорошо. Закончили. Ну, что, Ашим, давай теперь чуть-чуть поработаем на лапах. Потом будет небольшая заминочка. И на этом, я думаю, тренировку закончим. Давай, пройдем на рейк. Хорошо. Начнем. Ашим, давай сейчас поработаем на лапах. Давай, стал стоечку. Да. Да, спокойно. Расслабься. Левый. Правый. Два. Отлично. Левый. Правый. Два. Правый. Левый. Оп, подмирнул. Вот и ушел за... Давай, раз-два, уклон правый. Вот так. Отлично. Уклоняйся. Ручку сюда. Оп, так. Отлично. Раз-два. Уклон. Опять уклон. Левый сбоку. Хорошо? Давай. Оп, оп, так. И подмирнул. Отлично. Оп, так. Оп, отлично. Оп, оп. Уклон. Для чего нужны лапы? Лапы нужны, наверное, больше для тренера. Это больше такая подводящая работа. Здесь можно отработать какие-то комбинации, которые бы тренер хотел бы, чтобы ты научился делать. После чего надо идти на мешок, делать бустейню, дорабатывать. Сколько времени длится работа на лапах во время тренировки? Все зависит от времени. Через сколько будет матч. Если до матча еще долго, в принципе, можно побольше поработать. Ближе к матчу должна быть уже такая более скоростная работа. Смотри, сейчас сделаем раз, два, три. После чего я наношу правую сбоку, вот право прямой. Ты делаешь уклон, закручиваешь, тем самым уходишь с линии атаки. И где-то раз, два, три. Да? Хорошо. Давай, медленно. Три. Опа. И здесь. Тан-дан-дан. Опа. Ого, хорошо. Только нырок, давай в эту сторону лучше будет. Хорошо? И именно я хочу, чтобы ты уходил ко мне за спину, чтобы я кружился и тебя не мог найти. Хорошо? Бам-бам-бам. Опа. Бам-бам-бам. Вот так. То есть, видишь, ты работаешь по сторонам. Ноги не стоят. Работа на ногах. Работа на ногах. Точно. Пошел. Бам-бам-бам. Опа. Бам-бам-бам. Опа. Отлично. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Пойдет. Вот здесь джеб-джеб. Снизу. Бам-бам. Сбоку. Бам-бам. Это уже продолжение. То есть, два акцента. Где-то ты закрутил, он где-то вот здесь уже, а ты. Бам-бам-бак. Пак. Три. Опа. Бам-бам-бам. Оп. Бам-бам-бам. Ай, молодец. Бам-бам-бам. Опа. Бам-бам. Оп. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Молодец. Вот над чем мне стоит еще поработать? Ну, работать есть всегда над чем. Я все-таки считаю, что тебе надо прибавить немного физики. Немного в характере, наверное. Но это все такое наживное дело. Главное работать. Быстро тебе. Ты быстрый. Я так понял, что ты от природы быстрый, но ты не везде это используешь. Ты это стараешься держать. Стараешься сделать правильно. У тебя руки уже сами все, в принципе, знают, умеют. Уже все хорошо получается. Поэтому надо чуть-чуть быть такой. Поувереннее. Поувереннее. Поувереннее, посмелее, да? Вот над этим я тебе посоветовал поработать. Ну и ноги. Ноги. Тут нету предела совершенства. У тебя все для этого есть. Желание. Талант. Кандидат мастера спорта. Давай, в следующий раз, когда мы увидимся, я хочу, чтобы ты был мастером спорта. Спасибо большое за тренировку. Она была очень интересной и очень познавательной для меня. Спасибо. Пожалуйста. Давай. Удачи. Сегодня моим национальником был знаменитый казахстанский боксер, мастер спорта международного класса Рустам Рагибаев. Я же с вами прощаюсь. Смотрите нас на телеканале «Казахспорт». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова